API — это акроним от Application Programming Interface. По запросу, что такое API, вы получите множество непонятных и сухих определений. А ведь без этой технологии не существовал бы ни один современный IT-продукт. Меня зовут Свят, я технический директор в NUVIS, сейчас все доступно объясню. API — это одна из разновидностей интерфейса. Об этом нам как минимум говорит само название. В переводе с английского интерфейс буквально значит «место соприкосновения». И каждый день, не задумываясь об этом, вы взаимодействуете со множеством интерфейсов в повседневности. А если точнее, то с одним конкретным видом — User Interface. Дословно — «место соприкосновения с пользователем». Чтобы разогреть еду в микроволновке, вы нажимаете знакомые вам клавиши. Или, чтобы подняться на лифте на требуемый этаж, вы нажимаете конкретную кнопку. Эти элементы управления и являются юзер-интерфейсом микроволновки и лифта соответственно. Обратите внимание, чтобы пользоваться устройством, вам совершенно не обязательно понимать, как оно работает и что в этот момент происходит у него внутри. Вместо этого мы просто знаем, что нажав на конкретную кнопку, мы получим нужный нам результат. И человеку совершенно безразлично, как именно кнопка это сделает. Например, чтобы пользоваться телевизором, вам нужен пульт. И если нажать на кнопку увеличения громкости, то громкость увеличится. Магия! Разве в этот момент вас интересует, какие процессы происходят внутри пульта или телевизора? Вам нужно, чтобы громкость увеличилась. Но в цифровом мире мы не используем кнопки, крутилки и другие элементы юзер-интерфейса. Или используем. По сути, все те же элементы управления просто перекочевали на экран вашего устройства. И теперь они называются GUI — Graphic User Interface. Но взаимодействуете вы с ним все еще при помощи обычного юзер-интерфейса. Например, с помощью мыши с клавиатурой или сенсорного экрана. До этого момента мы говорили об интерфейсах в разрезе взаимодействия пользователя с устройством или программой. Но как быть, если одной программе нужно взаимодействовать с другой? Допустим, мы пишем софт для умного бутильника и хотим, чтобы после сигнала о пробуждении на экране отобразился прогноз погоды. Вряд ли вы захотите самостоятельно реализовывать весь функционал для расчета и калькуляции погоды. Программы с данным функционалом уже существуют, и вы просто хотите получить от них эту информацию. Тут на сцене появляется API — Application Programming Interface — место соприкосновения с программой. Продолжая пример с будильником, его основная программа должна использовать API сервиса погоды, чтобы получить необходимые данные. Причем ни мы, ни наша программа понятия не имеем, как происходит расчет и подготовка данных. Будильник просто спросил, какая будет погода сегодня, и получил ответ от сервиса. Но как понять разработчику и программе, что, как и куда спрашивать? Покупая новое устройство с новым для вас юзер-интерфейс, вы либо пробуете его изучить интуитивно, либо обращаетесь к инструкции, где подробно расписано, какой элемент за что отвечает. Также и с API. У хороших API всегда будет документация, в которой описаны все его элементы и способы взаимодействия с ними. Юзер не видит общения между программами. Вы даже не представляете, сколько раз за день, пользуясь вашим любимым сервисом, вы на самом деле одновременно пользуетесь десятком разных сервисов. API позволила программистам делать цепочки программ, собирать их как пазл вместе и заставлять их работать как единое целое. Если кратко, то API — это просто разновидность интерфейса, предназначенная для взаимодействия между программами. Это те же кнопки и крутилки у программы, но которые обычному пользователю недоступны. Благодаря технологии API программисты всего мира могут пользоваться трудами друг друга и каждый день делать наш мир чуточку лучше. Ставь лайк, если наконец понял, что такое API, или пиши в комменты, если вдруг все еще непонятно. Обязательно зацени еще видео у нас на канале. С вами был Свят, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!